Привет, друзья! Если вы подписаны на наш инстаграм, то я уверен, что вы в курсе, что сейчас мы с Яриком едем в Ужгород и едем в вагоне СВ, обзор которого мы просто не могли снять, не то чтобы это первая поездка в СВ, но последний раз, когда я ездил в СВ, я сказал, что это совсем не такое, сейчас он слегка обновился и сейчас мы обсудим больные вопросы, обсудим вопрос, куда и зачем мы едем и покажем наше купе, или как это называется, в СВ, но сначала давайте посмотрим, как выглядит сам тамбур или коридор во-первых, когда мы входили в СВ, проводница нам сказала, проверяя билеты, мол, ну ладно, заходите мы поняли, что нам повезло и нас все-таки пускают по дорогущим билетам в СВ почему мы едем в СВ, это вообще отдельная тема, но сейчас вот зацените, например, этот просто волшебный термометр с температурой 26 градусов, а в то время как в самом купе у нас, ну, минимум 29, я так предполагаю ну, не меньше, градусов пока там нету, вагон этот как будто бы слегка обновленный, да, не то чтобы совсем новый вот туалет подписан, хотите, я туалет покажу, давайте СВ это вообще альтернатива авиаперевозкам сейчас, судя по цене и двойная цена, если сравнивать с поездкой на машине, да, что мы видим за эти деньги? ну, во-первых, все чисто, но это факт, да, это факт кстати, мои тапочки за 10 евро, акционные, супердрай есть зеркала, зеркала не побиты, не заплеваны, не помазаны помадой, там, я не знаю, давление указано в принципе, чистые стекла, новенькие лейбочки приятный свет, нету здесь мух сгоревших, да, ну вот, в общем, общие впечатления, конечно, приятные здесь у нас тамбур и здесь, кстати, достаточно тихо, если вы слышите люк просто в никуда, возможно, здесь должны быть огнетушители так бывает тоже, да, иногда, но их здесь нету как только мы сели в вагон и тронулись, к нам подошла проводница и сказала первое ее слово как вы думаете? Счастливого пути? Чем вам помочь? Принесили вам чай? Нет Первые слова ее были Я надеюсь, вы в курсе, что курить нельзя нигде Ух, туалет Сразу скажу, там все нормально, не пугайтесь Итак, даже есть плюс-минус теплая вода Освежитель воздуха Туалетная бумага двух вариантов на ваш выбор Здесь у нас должны быть полотенца, но их нету Есть розетка обычная Есть зеркала типа трюмо Есть мыло И оно есть Есть унитаз, но с ним есть вопросы Для этого сначала, чтобы не травмировать вашу эстетическую составляющую Я сейчас воспользуюсь несколько раз этой кнопкой Вот, получилось Теперь унитаз чист В остальном туалет, ну как минимум чистый Это нужно признать Неплохо Для Укрзалезны все очень неплохо Здесь впечатление нормальное Пошли дальше Вот и наше купе Или это не купе? Как это называется? Я думаю, купе, правильно Потому что, в этой карте тоже Купе в вагоне СВ Друзья, куда мы вообще едем? Мы едем на завод Шкоды Было такое совпадение невероятное Мы с Яриком как-то подумали А прикинь, снять завод Шкоды Ну вообще, да? Как там прикручивают колеса Октавия А может их даже не прикручивают? Нет, надо снять, когда их сначала откручивают А потом как их прикручивают? Мы поржали И пришли к пониманию Что, конечно, ну никто не был на заводе В таком открытом формате И нам Нас туда вряд ли пустят Проходит пару дней И нам приходит Реально приглашение Ребята, вы не хотите приехать Посмотреть, как мы собираем Шкоду? Но это Мы решили, что это реально судьба Это начало нашей новой рубрики Как? Будем ездить по заводам И снимать, как собирают машины По всем украинским заводам И сегодня это первая и последняя серия Первый сезон Сезон 2000 2000 Кстати, про 2000 Чувак, я только что читал новость Вышла Хонда перевыпустила С2000 Не может быть Абсолютно такую жесть Дай угадаю Это что-то типа Тойоты Супер на базе BMW Не, не, не Они сделали точно такую же С2000 Раньше, где 20 лет назад И к юбилею модели 20-летнему Просто перевыпустили В белом цвете Ее Покажут Серьезно? Ярик предлагал ехать на джимни Я не против джимни Я против длинной дороги Ну, то есть Мы не можем себе позволить Потратить целый день съемочный На дорогу туда Ну, согласись Конечно В поезде другое дело Ну, в поезде мы теряем ночь Правильно? Ну, согласись Это другое Мы теряем ночь Я по температуре в этом Возможно, мы теряем не только ночь Да, есть одна проблема Вот там у нас находится печка Не только пакетики от чипсов съеденных А еще и печка Температура там просто сумасшедшая Мы спасаемся только открыванием окна Короче, все как и раньше Но она мешает акустическому комфорту вашему Вот Что касается самого СВ Почему мы в СВ? Потому что других билетов нет Поезд Киев-Ужгород Это большая, очень популярная тема И действительно тяжело купить билеты Но мы не против СВ Итак, как все это выглядит Чем это отличается от купе? Это СВ не сильно отличается Ну, вот дизайн зеркал, конечно же Это что-то отдельное Оно напоминает бабушкины зеркала Вот начало прошлого века Потому что в остальном все неплохо Все чистое Вот придраться не к чему, согласись Не затертая, чистая Окна не сквозят Окно открывается Да, вот, к сожалению, в данный момент Окно открывается четко У нас есть телевизор без пульта Как его включать? Наверное, надо пульт попросить у проводницы У той проводницы Я не хочу ничего у нее просить Она вместе с чаем выдает тебе его Я нашел кнопку Ну, то, что это Samsung Это уже неплохо, согласись Классно А главное направление? Ну, смотри Ты же не можешь повесить туда, в ту сторону? Это караок этот без текста Сейчас, где-то я кнопку начал Можно переключать каналы Но эффекта мало То есть у нас либо караоке, либо ничего Как ты говоришь, караоке? Караоке Ну, караоке, ну все нормально Нельзя курить, нельзя вылазить из-за канала Нельзя выбрасывать бутылки Я абсолютно поддерживаю Пожарная сигнализация Приятный белый свет Блядь, зеркало Если желтый там Будьте Да, здесь Желтый Желтенький свет Это вот этот Ну, что меняется? Вот этот Вот Приятный теплый свет Или белый Теплый, белый Теплый, белый Я не знаю, камера это передаст или нет Здесь есть кнопочка Опа И все работает Чувак Здесь есть розетки 220 вольт И это спасает Что у нас с полками? Ты говорил, что они раскладываются Да, они выдвигаются немножко вперед Я себя выдвину Вперед это куда? Это не туда, куда тебе надо, правильно? Вот появляется дырка, куда ты можешь упасть Потерять все у тебя Слушай, туда может упасть Серега, но его с нами нет Я думаю, тебе это не грозит Что у нас здесь есть? Диван у высунутого положения Не в педиматы Ну, в общем Как сломать вагон СВ Вы теперь знаете Здесь стандартный замок Это силуминовая китайская копия Я думаю, советского Железнодорожного замка Ну, коврик Коврик, он как бы классический Это Укрзалезница Бренд Это Мотивы знакомые с детства То есть С этим мы ничего не сделаем Как и щели Но щели Они для вентиляции Но они не работают Есть большая проблема Проблема с отоплением Его здесь слишком много То есть по-богатому То есть Финансово обеспеченные пассажиры вагона СВ Должны получать сервис Правильно? Ну, согласись Если бы здесь было холодно Мы бы пиздец А когда тут жарко Ну, мы так Скромный Согласись Я представляю Ярика Спящего в куртке И в шапке Телефон Серега Давиденко Да, Серега Ютьюб Отключил монетизацию РСК-8 Бывает Ярик, слышишь? А мы уже купили пиво На все деньги Все эти пять банок Да А как мы рассчитаемся? Ютьюб Отключил монетизацию РСК-8 Все три доллара Улетели в никуда Мы тут хотели поднять Одну тему Я вот забыл какую Я вот не прохожу СВ-1000 Тему бэкстейджи Да, насколько вам интересно Видеть весь этот бред Который вы сейчас видите Слушайте, ну ехать приятно Но вопрос в том, что Конечно, смотрите Двухметровый чепушил Помещается Ну, немножко Со сложенными полуконечностями А что-то РС написал красный А что такое? У нас же цвет зеленый У РС? Нет У РС у нас У нас? Ну, а у РС же красный В общем Завтра у нас, возможно, будет встреча с подписчиками В Ужгороде Ну, смотря сколько мы выпьем И как все это Как все это пойдет Спасибо, что смотрели Это был первый обзор СВ-вагонов Поезда Киев-Ужгород Хотя это не стандартный СВ-вагон Увидимся в следующих сериях